Добрый день, дорогие друзья! Я предлагаю вам сегодня совершить увлекательное путешествие. Отправимся мы с вами в город, которого нет ни на одной карте, но вы его должны знать. Это город-закон. Наша сегодняшняя программа посвящена Закону 15.39. И так начинает наше путешествие. И первая остановка сказочная. Давайте вспомним сказки, в которых непослушание сказочных героев привело к большим бедам. Например, буратино, снежная королева, гуси-лебеди, царевна-легушка, красная шапочка, колобок. Вот так же и в нашей жизни непослушание детей приводит к большим бедам. Дети не слушаются своих родителей, не хотят учить уроки, помогать по дому, убегают из дома и становятся объектом различных преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости и физической слабости. Вы должны запомнить и никогда не забывать своего имени, фамилии, улицы, где живете, номер школы, в которой учитесь. Запомните четыре дни. Первое. Не ходи никуда с незнакомыми, как бы они ни уговаривали и что бы ни предлагали. Второе. Не садись в машину с незнакомыми людьми. Третье. Не играй на улице с наступлением темноты. Четвертое. Не заигрывайся во дворе по пути из школы. И всегда соблюдайте следующие правила. Уходя из дома, всегда сообщай, куда идешь и как можно связаться с тобой в случае необходимости. Избегай случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании. Соблюдай и сообщай по телефону, когда ты возвращаешься из дома. Не входи в кабину лифта вместе с незнакомыми мужчинами. А мы продолжаем наш путь. И следующая остановка. Законная. Помните, дорогие друзья, что с 1 августа 2008 года действует закон 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушению среди несовершеннолетних в Краснодарском крае. Несовершеннолетние дети без сопровождения родителей, усыновителей, попечителей, опекунов не должны появляться в общественных местах. В возрасте до 7 лет круглосуточно. В возрасте от 7 лет до 14 лет с 21 часа до 6 часов. В возрасте от 14 лет до 18 лет с 22 часов до 6 часов. А мы продолжаем наш путь. И следующая остановка. Успевашкина. Среди ваших знакомых наверняка есть ребята, которые все успевают. И уроки сделать, и книжку почитать, и поиграть, и любым делом заняться. Одежда у них всегда в порядке. И комната всегда прибрана. И в школу они никогда не опаздывают. И тетрадки не забывают. А есть такие ребята, у которых только обещания. Потом. Не сейчас. Завтра. Сейчас пойду, погуляю, а уроки потом выучу. С завтрашнего дня начну зарядку делать. И получается. У них так. Пошли погулять, а про уроки забыли. Так за целый день ничего и не успели. В самом деле, почему они одни все успевают сделать, а другие и одного дела закончить не могут? Может быть, успевашки знают какую-то тайну времени? Или часы у них по-другому ходят? Оказывается, тайна времени все-таки есть. И называется она режим дня. А что такое режим дня? Режим – это распорядок дел, действий. Например, режим дня, режим питания. Все выполнять в одно и то же время. И тогда все вы будете успевать. Чистить зубы надо два раза в день, утром и вечером. Нужно всегда вставать в одно и то же время. Всегда мыть руки с мылом. Никогда не есть немытые овощи и фрукты. Во время еды нельзя разговаривать. Всегда в одно и то же время надо вставать, ложиться спать, делать уроки. Придерживайтесь этого режима. Он поможет вам сохранить ваше здоровье. Итак, мы завершаем наше путешествие. Сегодня мы с вами узнали, что необходимо знать свои права и разумно пользоваться ими, уважать права других людей, выполнять свои обязанности. А ваша главная обязанность, пользуясь одним из важнейших прав, получить образование и слушаться своих родителей. На Кубани мир чудесен, когда ребенок здоров и весел. Соблюдайте, дорогие друзья, закон 1539 и не нарушайте его.